Да, я тоже хотелось. Камера ждёт. Всё? Да. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня Михаил зовут, Михаил Шилов. Я врач, ортопед, травматолог, мануальный терапевт. Значит, в свою опытность поработал я в микрохирургии кисти, в ортопедии. В травматологии это всё по специальности. Значит, это вообще профильная специальность моя. И, конечно, по работе своей деятельности мне приходилось сталкиваться с серьёзными повреждениями механическими тел человека, и в том числе с местрельными ранениями. Я, как понимаю, тема нашей осечной беседы будет очень связана с местрельными ранениями. Спасибо, очень приятно. Михаил, расскажите про эти эксперименты Юлия Шуковалова и, соответственно, академия раны общей генетики от Шукова. Ну, эти работы, на самом деле, про которые мы сейчас будем говорить, они были начаты всё время в ЦИТО. Вот. Почему эти работы были начаты там? Ну, это связано с тем, что интересовала, прежде всего, тема воздействия именно механических повреждений на ДНК. Во-первых, на повреждения ДНК, а во-вторых, на репарацию ДНК, то есть на восстановление. Почему начали в ЦИТО? А где ещё можно познакомиться очень так обширно с темой повреждений механического санткани тел человека? Ну, конечно, в Центральном институте, в том числе, как идитор в экологии. Это понятно. В любой больнице можно познакомиться. Но там есть база для того, чтобы исследование проводить научное. И почему затронута была тема пулевых ранений? Потому что, исследуя любой совершенно механизм повреждения, надо всегда иметь какую-то модель. Надо моделировать. И очень интересной и удобной моделью, ну, как удобной и хорошей, в кавычках, разумеется, с точки зрения науки хорошей, является, как раз, министрельное ранение. Почему? Потому что при данном виде повреждения мы имеем несколько механизмов повреждения, которые, на самом деле, развиваются друг за дружкой последовательно. И можно смоделировать все эти механизмы, а я расскажу сейчас о них, и проследить, в какой степени выраженности каждый механизм может повлиять на повреждения, в том числе, ДНК, ну, конечно, ткани, непосредственно, самая самая клетка и внутриклеточной инструктуры, и, в том числе, ДНК, то есть на молекулярном уровне. Ну, я думаю, что стоит рассказать, да? Как пуля доказывает влияние человека. Ну, первое. Первое – это при соприкосновении пули с телом человека идет уплотнение, то есть, правдивостных тканей вместе с соприкосновением. И дальше идет распространение ударной волны внутрь тела человека, от места контакта и внутрь. Это очень сильное воздействие, мощное. Скорость прохождения этой ударной волны, она достигает до полутора километров в секунду. Это скорость распространения звука в жидких средах. Ну, так как мы состоим из воды практически, да, то мы жидкая среда. То есть пузырь с водой, все равно говоря. Поэтому вот с такой скоростью распространяется. Соответственно, эта вся жидкость очень активно сотрясается, происходят микроразрывы. Это моделировать, значит, самоделировать данную ситуацию можно без проникающего ранения пули, например, на бронежилетку. То есть, когда пуля попадает в, ну, пластину бронежилета, то, конечно, ударная гердета-сила, она распространяется по всей поверхности пластины, но пуля не проходит, у нее повреждающего другого действия нет, а вот ударная волна, воздействие. Соответственно, можно потом исследовать эти ткани в месте повреждения и посмотреть, насколько разрушительнее она произвела там действия на уровне как непосредственно тканей, так и на уровне внутриклещных структур и на уровне ДНК в том числе. То есть, уже посмотрели. Второе. Это непосредственно травматические действия пули. Если она проникает внутрь тела человека, она там творит очень плохие вещи. Хотел сказать о чудесах, но этот цинизм доктора выступает, на самом деле, дудара. В общем, зависит это от ряда характеристик пули, от устойчивости полета ее, от ее массы, от скорости вращения, от много чего зависит. А вот об отдаленных последствиях мы немножко позже поговорим. Соответственно, это очень серьезные повреждения, но если пуля самостабильна в полете, у нее нутация, то есть колебание маленькое, и она проходит на вылет, то она повреждает именно само раневое действие пули, оно достаточно маленькое. То есть остается в нем в канале детрит, это мертвое вещество, которое потом обторгается, и вроде как-то ничего. Поэтому сквозные ранения, в общем-то, как бы хорошие, опять же, в кавычках, что называется. Потому что пуля мало дает энергии своей с кинетической тела человека. А эта вот энергия, если она там остается в теле человека, она, конечно, разрушение производит, в том числе и на микро-уровне, на ДНК в том числе. Вот. Если пуля не на тусточке в полете, то есть она пувыркается, я бы мог бы, конечно, рассказать, как это проводились эксперименты, то есть с пулей, там, мертвоза сам старого, нового, но это не важно. В общем, если пуля пувыркается, она делает больше раневой канал, условно говоря, и, соответственно, повреждения на макро-уровне намного выше. Теперь мы переходим к самым интересным. Это третий тип повреждений. Это временно пульсирующая полость. Что это такое? То есть когда пуля, на самом деле, проходит через пузырь, как это называется, это видно, ну, это наш тело человека, я, как говорили, уже пузырь с жидкостью, видно, это моделируется хорошо на баллистическом геле, то есть если сделать, ну, модель человека из баллистического геля и на камеру с высокоскоростным самозатвором съемку провести, то видно, что пуля делает отверстие маленькое, но колебания, которые идут сам следом за ней, и вихревой поток, он гораздо шире. То есть на самом деле, вот эта зона молекулярного сотрясения, она в разы превышается диаметра самой пули. И вот видите, само название, зона молекулярного сотрясения. То есть что сотрясается? На молекулярном уровне сотрясения происходит практически. И оно не может, конечно, пройти безболезненно. Мало того, что повреждаются сразу какие-то клетки, они разрываются, у них оболочки, мембраны, они погибают тут же. То есть, соответственно, мы из нашей темы дальнейшего повествования эти клетки выбрасываем, потому что какая мутация может мертвых клетках быть, они сразу же погибли. Вот. А вот те, которые находятся подальше, там происходит, вот как раз при сохранении внешней целостности клетки, то есть она через внешне целое, она получает молекулярное сотрясение. И внутри клетки происходят изменения, которые могут быть как обратимыми, так и не. Обратимыми. То есть обратимые, это различные повреждения частичных мембран, частичные повреждения, органелл, это структуры микроскопические, которые в клетке стоят. Я ответственный за ее жизнедеятельность. Даже повреждения ДНК, на которые вообще возможно репарировать. То есть потом обратная клетка восстановиться может. Собратимые последствия, это те, которые восстановились, соответственно, не могут. Если они несовместимы с жизнедеятельностью клетки, то возникает вторичный некроз, она все равно погибает потом, то есть она живет несколько дней, потом она погибает, отторгается, это гной, то есть радионирована рана, это образуется демаркационный вал, это значит уходит, и соответственно, мы эти клетки тоже теряем. И они нам уже многоинтересны тоже. Они опять же свою ДНК потеряли, генетический код потеряем. И для дальнейшей темы разговора они нам опять не будут интересны. И четвертый тип повреждений это занесенные микрочастицы с вихревым потоком. То есть, когда пуля проникает в тело, она за собой, в зону разряженного давления, затаскивает пыль, микрочастицы, одежды, что-то еще. Ну и соответственно, если они там остаются и не санированы на рано, то это все воспалится может и там какие-то причинить дальнейшие повреждения. И вот теперь, значит, получается, что на каком же уровне и что из того, что я рассказал, может повреждать ДНК. Вроде как бы получается, что на третьем этапе мы видим повреждения. На самом деле это не так. На повреждения ДНК может влиять абсолютно любой фактор. Любой. Можно сказать даже так, что нотоисследования могли проводиться в такой самместезе. Как на ДНК может повлиять давление, шума города? Или перегрузка на космонавтов? Будет ли это? И будет. Любой. Какие-нибудь излучения там? Это уже... Вот эта тема как раз исследована наиболее хорошо. Что касается излучения. Это связано с и лечением от онкологии, и радиационными поражениями, и радиационным изогрязнением современного мира. Это безусловно. Это один из самых главных анамотогенных факторов, который изучен наиболее хорошо. Вот механические повреждения, вот про те работы, про которые мы с вами говорили, они затронули их, в основном их увидела публика в статьях различных в 99-м году впервые. Вот. Я даже, ну, я тогда прочитал, а вот сейчас мы заговорили про эту тему, то есть, мы это обозначили, когда я вспомнил, что я с этим материалом не познакомился, я снова все восстановил, значит, посмотрел. Это, но хочу сказать, что тема все-таки не получила вот огласки настолько широкой, я рад, что это интересно поднять эту тему, как она сам берет. То есть, интересно нам, безусловно. Вот. И вот с этой темой о повреждении ДНК и механическими факторами существует масса миф. Вот вышла основная работа, говорящая о том, что пулевые ранения могут так изменить ДНК, что в дальнейшем она мутирует, и это может как-то выразиться и на потомстве, то есть, имеется в виду в поколениях какой-то может унаследоваться... Или привести к бесплодию. Да, да. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, это тоже признак, который может, может войти... Не причиняйся причинами. Вот мутация вот этих ДНК. Нет, бесплодие, не причиняй, следствием. То есть, с бесплодием может являться следствием мутации ДНК, но не причиняй. Нет, в смысле, я наоборот. Да, 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 так сказать. Совершенно верно. Так вот, какие мифы связаны с этим были, когда статья вышла. Значит, там рассказывалось о том, что проведены были эксперименты на мышах, прежде всего, что при ранении в сангибатах это приводило к угнетению функций других внутренних органов, особенно печени. И даже до того, это доходило, что погибало половина клеток печени, до 50%. И, соответственно, был задан такой вопрос, а связано ли это напрямую с мутагенными факторами, которые производит пуля вот при прохождении. И это вызвало массу сангибатов, и сейчас они не затихли, собственно говоря, потому что спорный вопрос, что повреждение ДНК на периферии, где-то там в пальце, способно так угнетать функции внутренних органов. Скорее всего, все-таки было мнение, существовало, что угнетение функции печени связано не с оборудованием ДНК, как и того, а с общим шоком состояния внутроганизма и повреждением тканей, когда вырабатывается в поврежденных тканях эндотоксины, которые могут угнетать печень, почки, селезенку, сердце, мозг и так далее, вплоть до отказа работы этих органов. Соответственно, отказ может произойти по двум причинам, то есть управление нарушено может быть органом, может сходить в уциоциозность, либо нарушается субстрат органов, то есть погибают именно клетки. В данном случае погибали клетки, но, скорее всего, ну, было мнение такое, было мнение, что это связано с сильными этвоспалительными процессами, то есть выбросом огромного количества смарткеров воспаления, гормоновоспаления, медиаторов, которые могут угнетать. Потому что в опытах на человеке, ну, и в опытах, разумеется, наблюдениях за человеком не подтверждалась вот такая прямая и выраженная значит, самозависимость именно гибель клеток печени. Да, они погибали, ну, и в других органах погибали. Ну, соответственно, есть наблюдения такие, что при обширных повреждениях тел человека, например, у человека закатало вальцы на производстве, он лишился ног, он размаловывал все. Ну, тоже будет угнетение функций, ну, там, вплоть до, ну, прекращения работы внутренних органов в том числе, потому что когда светлый период шока заканчивается, начинается угнетение функций в связи с выбросом выпечка на токсин. Вот, и так как это, да, и сразу появилось значит, несколько, вопросов. Первое, а такое же наблюдали картину гибели клеток печени при тех условиях, когда надозлучение сильное, да, вот в этой самостоте как раз об этом тоже пишется. и, но в случае надоблучения все-таки над оставшиеся выжившие клетки печени погибали потом тоже, и, то есть, организм тоже погибал. Здесь же выживал организм, и репарации вроде обратно, ну, начинала восстанавливаться, да, то есть, и клетки восстанавливались, и так далее. Вот, и вот это как раз было, ну, интересно, но миф-то был в том, что, а не вызывает ли пулевое ранение, облучение, это вообще, это неправильный вопрос, он просто некорректен вообще, то есть, вот то, что привели в сравнение с облучением, это и вызвало сомнение. На самом деле, не может, но, конечно, существуют какие-то боеприпасы с обедненным ураном, условно говоря, обедненный, с обогащенным не слышал никогда, и, соответственно, при, при, на тот ударе, пуле, от камень тела человека не может ниоткуда возникнуть возникнуть облучение в такой выраженной степени, чтобы оно реально повлияло больше, чем обычный радиационный фон, который есть. Поэтому даже это рассматривать, мне кажется, совершенно некорректно. А вот, поэтому, это вакуентарь. Второй, значит, этот момент, что заговорили про то, что если полевые ранения влияют на код ДНК, то может что получиться, что если там у человека его ранили, а он потом родился у детей, то у них может быть тот же наследственный признак, который был у него. Мы, предположим, повредили руку, она у него там, значит, потеряла частичную подвижность из-за того, что произошло, замещение где-то рубцовой ткани, где-то рубцовая ткань, она тоже может содержать метагенные клетки. Это же не та ткань, которая должна быть. Если рубец образовался, значит, это уже не та же самая ткань, это не кожа, и не мышца, это уже рубец, то есть изменённая. Там изменённые клетки в том числе могут находиться. И, значит, это может наследственно передаваться. Это ерунда тоже на самом деле. Почему? Потому что наследственно могут передаваться лишь изменения те, которые передаются с половыми клетками, с сперматозоидом и лицеклеткой соответственно. Если они не повреждены, то можно в каждом поколении человеку, по отношению, опять же, за цинизм, отрезать руку вот каждому, и у них будут рождаться с двумя руками дети. Это не может, это никак не наследуется даже через миллион поколений.